МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минимизацию последствий катастрофы на ЧАЭС в ближайшие пять лет будет потрачено 26 триллионов рублей. Постановлением Совета министров Республики Беларусь номер 189 от 10 марта 2016 года установлен новый порядок финансирования мероприятий, а также определена приоритетность распределения средств. Из сообщения пресс-службы Совета министров Беларуси. Мог ли городской поселок Брагин стать полноценным городом? Сегодня вопрос в значительной степени риторический. Вероятнее всего, после катастрофы на Чернобыльской атомной станции о таких надеждах можно забыть. Хотя по большому счету о городском статусе брагинчане не очень-то и мечтали. До аварий район был одним из лучших в области по сельскохозяйственным показателям и всегда входил как минимум в тройку лидеров по воловому сбору зерновых. В 1978 году здесь даже своеобразный рекорд поставили. За 10 дней убрали зерновые при урожайности, которой и сегодня многие районы могут позавидовать. И мы тогда намолотили где-то 72 тысячи тонн зерна в то время. Урожайность была 29,2 центнера. Это тогда было и сильно. Но главное даже и сдать мы должны были зерна. Тоже мы сдали за эти же 10 рабочих дней, сдали 17 тысяч тонн зерна. Практически все приемные пункты принимали только от нас. Машины шли одна за одной, сдали зерно, чтобы выполнить. И помню, приехал в Воззю первым секретарем, ну, посмотреть, поездили, ну, стало секретарь 30 сможет. Он из кабинета набирает Машарова и говорит, Брагинский район своей задачей справился. В то время Брагинский райком коммунистической партии Беларуси, тогда высший орган государственной власти в районе, находился в этом здании, которое сохранилось до наших дней. Сегодня здесь районное отделение потребительского общества, причем даже внутренняя отделка сохранилась в первоначальном виде. Вход посторонним ограничен, но для журналистов телерадиокомпании Гомель делается исключение. В кабинете бывшего первого секретаря сейчас, правда, намного больше цветов, чем было тогда. Однако это не мешает представить. Вот здесь сидел руководитель района, а здесь председатели хозяйств. Наверное, что-то друг другу доказывали, наверное, о чем-то спорили. Однако делали одно дело. Брагинские кадры – это замечательные кадры. Кадры руководителей и кадры партийных работников и так далее. Те, которые именно, ну, работали, не покладая, как говорится, рук. Ну, вот, к примеру, взять. Был такой председатель колхоза Кулай Иван Васильевич. Он 33 года проработал председателем колхоза. Начинал с бригадира, потом окончил заочно академию и работал. Он был дважды депутат Верховного Совета. И это хозяйство было одно из лучших. Но почему? Потому что он полностью, он сам родом оттуда. У его семья было шесть детей. Поэтому он делал все, чтобы именно поднять это хозяйство. Или взять колхоз другой, где работал председателем колхоза Соболенко Иван Леонтич. Вот. Он имел два ордена Ленина. 26 апреля 1986 года для местных жителей был еще одним обычным днем. Кто-то уехал за покупками в поселок Атомщиков Припять. Там всегда было хорошее обслуживание. Кто-то работал на своих огородах. Для жителей деревни Пирки час икс наступил 5 мая. С утра сюда приехали автобусы. Сельчанам предложили временно выехать в другие населенные пункты. Объяснили, что атомно взорвалось. А что там взорвалось? И людям объясняли. Но им же не обещали, что вот именно навсегда вы выезжаете. Особенно в зоне Пирки, солнечные. Те люди без ничего приехали сюда, в Раньске. В Чемерисе, ну, ближайшие деревни. Где-то месяца войны до осени, месяца два-три жили в этих деревнях. А туда не пускали. Памятники воинам, освободителям и землякам, погибшим во время Великой Отечественной, пожалуй, единственное, что на отселенных территориях не просто сохраняется, но и силами работников заповедника поддерживается в хорошем состоянии. Всего здесь 19 таких захоронений. Вообще же, несколько наиболее загрязненных деревень, оказавшихся на территории Полесского радиационно-экологического заповедника, снесли. Но большинство теперь уже бывших населенных пунктов решили оставить. В поселок Солнечный сегодня попасть практически невозможно. Это особо охраняемая территория. В конце 70-х годов прошлого века здесь стали строить деревню будущего, где должны были жить работники расположенного рядом крупного животноводческого комплекса. Даже в недостроенном виде специалисты агропромышленного комплекса Советского Союза называли его лучшим в Беларуси, сейчас от него не осталось и следа. О самом Солнечном теперь напоминают брошенные дома и практически полностью сохранившаяся инфраструктура. Впрочем, есть у Чернобыльской катастрофы и еще одна сторона. Относиться к этому можно по-разному, однако отсутствие человека на этих территориях значительно изменило местную природу, во многом вернувшуюся в первозданное состояние. Впрочем, есть у Чернобыльской катастрофы, площадью участка через 64,5 тысячи гектаров. Это половина осушенных трофянников. И они создают серьезную угрозу в пожарном отношении, их очень сложно тушить. И, в принципе, было принято решение в 2003 году как бы минимизировать эту угрозу и как бы создать ряд дам, каскадов по удержанию талых дождевых вод на территории. И вот мы как бы вернули эти площадя, бывшая болота, в их первоначальное состояние. И в результате этого создали угодья для этих вод, для новых видов, которых раньше мы не видели. Несколько лет назад в Полесском заповеднике появились пришедшие с территории Украины лошади Пржевальского. Правда, держатся они обособленно. И человека к себе близко не подпускают. В отличие от обычных лошадей, которых здесь около 60. Это не просто прихоть администрации. Животные, проживающие на загрязненной территории, находятся под постоянным наблюдением научных работников. Ученые Полесского радиационно-экологического заповедника вообще активно занимаются изучением последствий чернобыльской катастрофы. В созданной в 1988 году лаборатории вся информация об изменениях в почве, фауне и флоре за последние десятилетия. Вопреки прогнозам, сделанным в первые годы после аварии, те же стронцы и цезии в глубинные слои почвы не мигрировали, а остались практически на поверхности. Полученные данные позволяют сельскохозяйственным предприятиям проводить полевые работы с учетом реальной ситуации. Подавляющее большинство и цезия и стронцы, он находится в верхнем то ли 5, то ли 10, то ли 20 сантиметровом слое. Только в исключительных случаях стронцы 90 и тот же и цезий, он может провалиться на глубину до метра, на торфяных почвах, песчаных. То есть основная масса, она сидит на поверхности. И еще приезжал к нам директор Украинского института сельхозардиологии. И его точка зрения, что ситуация стабилизировалась, и чернобыльские родинуклиды, они расположены в верхнем 10-сантиметровом слое почвы, и там они и будут сидеть очень долго. Хоникский район и краеведческий музей. Именно здесь находится единственный в Беларуси музей Чернобыля. Среди экспонатов фотографии дозиметрические приборы, предметы быта из отселенных деревень и копия сочинения ученицы партизанской средней школы Марина Дашук. Боль Беларуси – это моя боль. Хочется, чтобы чернобыльская авария была последней страшной страницей в истории моего края. Когда-нибудь земля моя станет здоровой, воздух прозрачным, дожди чистыми. К 30-летию чернобыльской катастрофы экспозицию музея планируется обновить, однако это сочинение останется обязательно. Некоторые перемены у нас будут. Мы там в экспозиции сделаем изменения, в общем, добавим таблички. У нас же, видите, таблички только на захороненные населенные пункты. А сейчас мы сделаем на все населенные пункты. 49 отселенных пунктов, вот будет 49 табличек. Ну, еще изменения будут. Фотографии добавим. У нас очень много фотографий в фонде, больше, чем 700 фотографий у нас. Реконструкция действующих лечебно-профилактических учреждений, улучшение их материально-технического оснащения, внедрение новых медицинских технологий в лечебно-диагностический процесс. Все это сегодня характерно для медицинской сферы Брагетского района. После капитальной реконструкции в 2013 году при Центральной районной больнице открылась, по сути, новая современная поликлиника. По словам врачей, сегодня ситуация с заболеваемостью в этом районе практически ничем не отличается от других регионов. В начале этого года здесь работала смотровая врачебная бригада Республиканского научно-практического центра радиационной медицины по обследованию населения, проживающего на загрязненных территориях. Проблемы с той же щитовидной железой выявлены только у двух детей. С учетом того, что радиоактивный йод давно распался, специалисты не склонны связывать эти данные с чернобыльскими последствиями. В целом же, в подавляющем большинстве случаев необходимая помощь теперь оказывается на месте. Проблемы тоже с кадрами нету. Единственная проблема – это отсутствие врача-офтальмолога на управление здравоохранения. В этом вопросе нам помогает. Сейчас к нам присылают врачей вахтовым методом. С остальными специалистами именно узкими вопросов нет. За прошедшие 30 лет в Брагинском районе многое изменилось в лучшую сторону, в том числе и в сфере образования. В 2007 году в районном центре открыли вторую очередь средней школы. До этого занятия здесь проходили в две смены, что создавало определенные трудности, как для учащихся, так и учителей. Дополнительные места позволили оптимизировать учебный процесс и повысить качество образования. В прошлом году, например, в высшее учебное заведение поступил каждый четвертый выпускник. Впрочем, подготовка старшеклассников в белорусские вузы – прерогатива в первую очередь местной гимназии. Сегодня ее возглавляет Сергей Агеенко. Коренной гомельчанин, приехавший в Брагин по распределению, он не собирался задерживаться здесь надолго. Однако судьба распорядилась иначе. После создания гимназии возглавил это учреждение, основная задача которого – подготовка кадров для района. Кстати, почти 40% выпускников поступают на педагогические специальности. Популярностью у молодых брыгинчан пользуются также профессии медиков и юристов. Большая часть из тех, которые поступают в вузы, они заключают целевые договора. То есть у нас и педспециальности есть, и экономические специальности, органы внутренних дел. То есть, ну, эти люди, они вернутся назад. Большинство из них. Сегодня пострадавшие территории уже ничем не напоминают самих себя 30-летней давности. Период паники и неопределенности остался позади. После Чернобыльской катастрофы в Беларуси была разработана концепция безопасного проживания, на основании которой приняты и реализуются два документа – о социальной защите пострадавшего населения и о правовом статусе этих территорий. Кроме того, сейчас ведется работа по возобновлению международной помощи. Я думаю, что, ну, может быть, в этом году удастся нам восстановить те нормальные взаимоотношения с организацией объединенных наций в смысле оказания материальной, технической, финансовой, технологической любой помощи, за которую мы будем благодарны. Любая помощь, она способствует тому, чтобы уменьшить влияние, неблагоприятное влияние радиации на здоровье людей, которые проживают на территории радиоактивного зарезания. Каждый год в рамках государственной программы по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы на эти цели выделяется более 230 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств направляется в Гомельскую область. Вместе с другими источниками финансирования общая сумма материальной поддержки возрастает еще больше. Что позволило нам в полном объеме обеспечить предоставление год, питание, защитные мероприятия в агропромышленном комплексе. Порядка 600 миллиардов было направлено на капитальное вложение, что позволило нам продолжить строительство жилья, сельскохозяйственных объектов, назначение медицинских объектов. В целом, по Гомельской области мероприятия были выполнены, запланированы в полном объеме. Сегодня в департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС уверены, Беларусь в состоянии справиться с бедой и минимизировать неблагоприятные последствия для населения. При этом разработанная новая государственная программа будет радикально отличаться от предыдущих. Среди основных приоритетов – активное возрождение пострадавших территорий при сохранении защитных мер, там, где они действительно необходимы. Естественно, будут поставлены задачи и на будущее, поскольку проект государственной программы сегодня со всеми заинтересованными согласован, и он находится в Совете Министров. Мы ждем в ближайшее время его утверждения. Уже программа на 16-20-е годы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok